Владимир Путин назвал небольшим инцидентом конфликт в Керчевском проливе. Сегодня, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет», он впервые прокомментировал обстрел и захват российскими пограничниками трех украинских судов и задержание более 20 украинских моряков. Вот как все произошло по версии Владимира Путина. Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим. В преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать. Но это же такой пограничный инцидент, не более того. Вашли в наши территориальные воды, не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана, даже после нарушения нашей государственной границы, им всё равно предложили взять лоцмана. Молчание. Вообще никак не отвечают. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Оказалось, что среди членов экипажа были два сотрудника Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Явные признаки, заготовленные заранее провокацией, рассчитаны именно на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников. Ну а вот что говорит президент Украины Пётр Порошенко, которого, как вы только что слышали, Владимир Путин обвиняет в том, что с помощью вот этого инцидента он ведёт предвыборную, по сути, кампанию. Порошенко попросил Дональда Трампа передать Владимиру Путину послание. Отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC, украинский президент попросил Трампа на встрече Большой Двосадки сказать следующее. Пожалуйста, убирайтесь из Украины, господин Путин. Встреча Путина и Трампа, кстати, может теперь и не состояться. Американский президент заявил, цитирую, «Может быть, я не буду проводить эту встречу с Владимиром Путином, очевидно, мне не нравится эта агрессия, мне совершенно не нужна такая агрессия», не конкретизировав, сказал он это, что он имеет в виду под словом агрессия и от кого она исходила. Пётр Порошенко, давайте вернёмся к нему, дал сегодня и другое интервью трём украинским телеканалам и заявил, что Украина находится на пороге полномасштабной войны с Россией. 24 сентября — это всё танки. Октябрь. Как вы видите, количество танков на базах, расположенных вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего их туда отправили? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причём по всей длине, кардинально увеличилось. Возможные учения никак это увеличение не оправдывают. После инцидента, который произошёл в Азовском море, мы должны были обеспечить отпор при помощи украинских вооружённых сил в случае широкомасштабного наземного вторжения. Эти танки ещё не выведены. Они остаётся там. И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это просто игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. И поэтому было предложено военное положение. Вначале военным кабинетом, затем Советом национальной безопасности, где проголосовали единогласно в редакции, которую предложили военные. Безусловно, я не мог ждать ни минуты. Я обратился к Верховной Раде с требованием о созыве в неочередной сессии и внёс проект указа, который был подготовлен военным кабинетом, рассмотрен и единогласно принят на заседание СНБО. Я благодарен, что Верховная Рада, несмотря на то, что мы там видели, всё же быстро среагировала и достаточно быстро провела заседание. Это количество кораблей и их резкое увеличение в Азовском море. Кстати говоря, Петр Порошенко сегодня подписал указ о военном положении. А российские военные заявили, что в Крым для постоянной дислокации переводят ещё один, теперь уже четвёртый зенитно-ракетный дивизион С-400, который прошёл недавно испытание. Готовится ли Украина к войне? Вообще, что происходит сейчас в этой стране? Обсудим с нашим корреспондентом в Киеве Олегом Корпякумом на прямой линии связи. Олег, приветствую. А все ли на Украине разделяют точку зрения Порошенко об угрозе полномасштабной войны? Или, может быть, некоторые согласны с Владимиром Путиным, что это часть такой предвыборной стратегии Порошенко, направленной на то, чтобы просто увеличить его рейтинг? Добрый вечер, Олег. Дело в том, что тема угрозы полномасштабной войны Украины и России витает в воздухе уже 4 года. И много украинцев, наверное, согласятся с тем, что реально чувствуют на себе эту угрозу. Я напомню хотя бы о том, что в войне на Донбассе уже погибло около 10 тысяч людей. То есть это не пустые слова, это реальная угроза. Но вопрос, наверное, стоит в том, насколько эта угроза возросла после инцидента в Керченском проливе. И вот здесь с президентом Порошенко многие, наверное, не согласятся. Если почитать обозревателей, послушать, что говорят эксперты, то некоторые из них говорят, что все-таки этот инцидент, кроме военной составляющей, имеет также явную политическую и провокационную составляющую. Не будем говорить, кому выгодно она, это у каждого свое мнение. И если говорить насчет того, что Россия, как ты сказал, передвигает в Крым новые комплексы С-400, то милитаризация полуострова опять же продвигается постепенно с 2014 года. И военные эксперты не видят какой-то четкой связи очередного витка милитаризации с военным положением в Украине. Кроме того, есть также мнение, что сейчас России как никогда невыгодно нападать на Украину. Может быть, это мнение оптимистов, но тем не менее. Некоторые эксперты говорят, что если сейчас Россия вдруг нападет на континентальную часть Украины, то как Россия будет объяснять Западу этот ход? Ведь на улице уже все-таки не 2014 год, и Запад более-менее един в своей поддержке Украины. Олег, я уже упоминал о том, что президент Порошенко сегодня подписал указ о военном положении. Водится он в 10 областях, в основном, которые граничивают с Россией, с Приднестровьем, ну или вдоль побережья Черного, Азовского моря. А что изменилось в стране? Вообще видны какие-то заметные изменения после того, как этот указ вступил в силу? Да, ну вот можно сказать, что мы начали жить при военном положении. По крайней мере, часть Украины начала жить при военном положении. Каких-то очевидных изменений нет. Транспорт работает, инфраструктура работает, и власти всячески уверяют жителей, что так будет и дальше. Однако, есть некоторые моменты, и их на себе почувствовали, как ни странно, в первую очередь российские туристы или гости, которые приезжают в Украину. Дело в том, что пограничная служба Украины усилила свою работу, и усилила она ее в том числе тем, что начинает активнее отправлять россиян, которые въезжают в Украину, назад, обратно домой в Россию. Например, только за вчерашний день 85 россиян было отправлено домой. Позавчера таких было 75, это в несколько раз больше, чем обычно. И украинские пограничники объясняют это тем, что некоторые российские гости не могут внятно объяснить цель своего визита в Украину. После этого их часто отправляют назад. Кроме того, военное положение, как это ни странно, коснулось футбола. Завтра должен был состояться матч Лиги Европы в Полтаве. Там должны сыграть Полтавская Ворскла и Лондонский Арсенал. Однако УЕФА решила, что это не очень безопасное место для такого матча, при том, что Полтава не находится в зоне военного положения. И решили перенести этот матч в Киев. Матч все-таки состоится, но уже не в Полтаве, а в Киеве. Ну что ж, я благодарю нашего киевского корреспондента Олега Корпяка. Ну и еще одной реакцией на обострение отношений между Украиной и Россией стало падение курса рубля. О том, как на это все реагирует российский бизнес, мы поговорили с участниками инвестиционного форума «Россия зовет». Как мы уже сказали, он открылся сегодня в Москве и открывал его сегодня Владимир Путин. Все, что, так сказать, ведет к увеличению напряженности в отношениях между любимыми странами, необязательно с Украиной, оно мешает бизнесу. Это естественно. Это можно не спрашивать. Таких людей вы здесь не найдете, кто скажет, я не опасаюсь санкций. Описаются санкции все. Просто не все могут об этом говорить. Поэтому мы совершенно не ориентируемся на все эти ситуации. Экономика растет, ростелеком развивается. Поэтому мы все время думаем о том, какие новые проекты нам нужны. Мы перестанут завозить виски «Бурбон». Будем пить шотландский. Реакцию иностранных инвесторов я не вижу. Пока нет? Да, пока я вижу. Форум открылся, сейчас будут выступления основных докладчиков, сейчас будут экономические обсуждения. Поэтому, вы знаете, конфликты разные существуют и в разных странах. Но инвестор выбирает там, где ему удобно. Политика изоляции, она не удалась. И наоборот, мы хотим наращивать инвестиции с Европой, делать совместные проекты с Соединенными Штатами. Потому что только за счет совместных проектов мы можем улучшить тот диалог, который сейчас во многом отсутствует вообще с Соединенными Штатами. Каждое неовкое движение, будь то конфликт в районе Керченского пролива или, извините, нарушение прав сексуальных меньшинств и так далее, может быть поводом для введения новых санкций или ужесточения существующих. А вести себя как паренька, ну, наверное, трудно гарантировать, что мы, условно говоря, даже при таком подходе, желании соблюдать все потенциальные требования, сумеем удовлетворить те из них, которые еще не придумали те, кто вводит санкционные режимы. Продолжение следует...